Рождественские ярмарки Праги все-таки порадуют чехов. Ранее в мэрии запретили открывать ремесленникам торговые еды. И причина все та же – коронавирус. Улучшение эпидситуации в стране позволило политикам не продлевать чрезвычайное положение, тем самым давая зеленый свет знаменитым пражским ярмаркам. Александр Гресс об этом подробно. Презент, который хочется передарить, так в шутку решение чешских властей назвали ремесленники Праги. Торговцы, если и выйдут на работу в рождественскую ночь, то только чтобы создать праздничное настроение жителям. О прибыли речи не идет, говорят они. Ранее уличные коммерсанты уже понесли немалые убытки, наблюдая за сменой настроений в мэрии. Ремесленники потеряли тысячи крон сначала на напрасную транспортировку и установку павильонов, а после на их демонтаж. С 25 декабря перестает действовать режим чрезвычайного положения, принятый старым чешским правительством. Новый кабинет решил его не продлевать. В целом, нынешний состав правительства изначально выступал за снижение карантинного натиска. К сожалению, ярмарки, как и вся сфера досуга, стали заложниками. Единственное, чем можно порадовать торговцев, это тем, что правительство более не планирует вводить новых запретов или предписание на период зимних праздников. Позицию в ожидании заняли и чешские рестораторы. Номинально с полуночи субботы они смогут начать работу. Ранее ресторанам запрещалось работать после 22 часов. Однако сами владельцы заведений ждут от кабинета министров представления конкретного плана и гарантий на работу без ограничений. Этот год показал, что одни решения могут сменяться другими. Притом, вся эта чехарда может происходить в течение недели. Сейчас нам разрешат работать, мы закупим товар на праздники, но мы не уверены, что, к примеру, в среду не вернут локдаун. Средний статистический ресторан Праги уже потерял не менее 50 тысяч долларов дохода. Это минимум. Почти никто не проводил рождественских корпоративов и вечеринок. Хотя раньше все дни декабря были буквально расписаны по минутам. В мэрии подчеркнули, что безопасность и уровень свободы на праздники теперь зависит от самих чехов. Министр здравоохранения призвал отдыхающих соблюдать эпидемиологические меры, а также не участвовать в массовых торжествах на Рождество и Новый год. Пока же иллюзию доковидного веселья решили поддержать 18 уличных торговцев. Коммерсанты открыли свои палатки еще минувшим вечером, заявив, что в столь сложные времена они согласны получить от покупателей хотя бы рождественское настроение. Александр Гресс, Дмитрий Лукша и Павел Дмитро, Хабар-24, Чехия.